Отец наш Небесный, Господь и Бог Создатель наш, Бог Иегова, молим Тебя именем Господа нашего Иисуса Христа, благослови наши занятия, беседы с чадами, помоги многомилостью Господи избрать им истинный путь, путь спасения души, которые показали им некогда во младенчестве еще родители, те братья, сестры, верующие, которые окружали их тогда. Даруй, Господи, чтобы Слово Святое оживило их и поставило на путь правды, истинной жизни, к благовестию имени Твоего Святого, чтобы всегда оно святилось в этом роду прелюбодейном и грешном, который уже проходит. Спаси, Господи, и помилую еще многих словом Товим Святым. Тебе слава, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Продолжаем. Если бы Господь, сегодня мы в Ветхий Завет должны доходить, но сегодня у нас, знаете, что прощенное воскреснение, да? Ну там говорят, традиция такая, друг другу прощают обиды там все, ходят, прощают. Это, слышали об этом? Но это неправда полная. Никто никуда не ходит, нигде там не прощают. Ну, те, кто еще соприкасаются с церковью, да? А так, прощения нету ни у кого. В церкви-то у нас и то еще прощают так. Ну, прости меня, Христа ради. Даже тоном выдают. И имя Христово порочат еще во всем этом прощении. Прощение должно быть такое, как Господь сказал. Несешь ты к жертвеннику дар Господу. И вдруг вспомнил, что ближний имеет нечто на тебя. Ближний на тебя имеет нечто. Ну, какую-то обиду. Так ты оставь дар твой. Вот где стоял, там и оставляй. Не перед жертвенником еще. Ты до Бога не дошел еще. Иди, примирись с ним, с братом твоим. Примирись. А потом приди и принеси жертвенник Богу. То есть прощение обид намного дороже даже, чем принесение жертвы Богу. Вот мы сейчас здесь, братья стоят, молятся, приносят жертву Богу. Вы сейчас приносите жертву Богу. Мы приносим жертву общения. Жертву, хвалу Богу приносим. Безмолвную. Безмолвную молимся ему. Есть словами, вот братья сейчас читают это словесно. Словами приносим жертву Богу. молитвами. Вот сейчас другие стоят, молятся. Это все жертвы Богу приносятся. И вдруг, сейчас все это отставить и там что-то имею, пойди принести, примириться. Да? Так он на меня что-то имеет, не я на него. Ну, значит, тем более. Ты же узнал откуда-то, что он имеет на тебя. Ну да, он со мной там не разговаривает или грубый там, или как там. Еще что-нибудь такое. Надо, значит, узнать до конца, примириться. А как сейчас поступают родители, ну и старшие вообще, все родственники с детьми. Сейчас вот скажу, и вы все скажете, так оно и есть. У меня кто-то игрушку отобрал, что мне делать? Ну, сразу первым делом. А ты что, себя защитить не можешь? Кто это слышал? Слышал такое? Нужно обязательно защищать себя. Ты-то головой что трясешь, что не слышал? Ты-то первый это слышал. С тобой же разговаривали об этом. А ты говоришь, не слышал. Как же не слышал? Защитить себя надо. Отобрать обратно игрушку. А так, если ты в мир попадешь, доктор, тебя любой обижать будет. А как же Христос говорит? Прощайте. Молитва, Отче наш, делится на различные места. Не просто говорится, Отче наш и все. Там же многое говорится, что Отче наш, который живущий на небесах и так далее, и дальше проходит. И прости нам долги наши, как и мы прощаем всякому должнику нашему. А потом говорится, не веди на свои искушения. Вот сейчас пост наступает великий. И Господь так сделал, что перед постом у нас идет прощенное воскресенье. То есть, действительно, каждый должен простить брату своему, попросить прощения, если обидел. Но только не так, что окажется, обидел я или не обидел, нужно точно знать самому. Для этого нужно себя исследовать. Что для этого нужно исследовать? Нужна вера. Вера в Господа. Потому что не мы прощаем только, а здесь участвует сам Господь. Он нас к этому подвиг. Он нас подвиг своими молитвами, которые, как пример, показал нам своей жизнью. Для этого мы должны знать и Священное Писание. Должны уметь молиться. Должны знать, как себя правильно вести в церкви уже здесь. Как этому учат в других заведениях. В школе, допустим, или где. Ну, там почтение учат. Что нужно почитать, уважать старших и так далее. Но старшие себя иной раз ведут не так, как нужно. Они не могут показать примеры. Почему? Потому что они в основном неверующие. И поэтому, когда вы попадаете в школы, то там с вами делают не то, что бы мы хотели увидеть, конечно же. Вот у вас там происходят, допустим, уроки, где начинают говорить о сотворении человека, как он произошел. И всегда говорят не то, что надо. То инопланетное происхождение втюхивают в голову вам. То Дарвина этого, который из обезьяны там, обезьяна начала вдруг работать и стала человеком. Это вообще восхитительно. Что-то ни одной обезьяны еще не увидели, кроме как она только бананы может купить. Чтобы хоть палец о палец ударилась, поработала чем-нибудь. Ну, бывает бананы, они смешные обезьяны там, царапаются, блох там выискивают. Ну, не более того. Ну, как можно продолжать-то утверждать это? И главное детям, которые имеют чистый разум. Это все у них на сердце откладывается. Это же первая ступенька веры в Бога. Вот это никогда нельзя уступать. Сейчас с плотками началось это решение. Кто из вас в школе ходит с плотками? Ну, и сейчас вот лес рук, я бы сказал, как так. А нельзя, оказывается, ходить с плотками? Закон вышел, полностью запретили. Вот до чего дошло. А у нас Лена, помню, она на занятиях физкультуры, они там в штанах ходят, и знаешь, таких обтягивающих, длинных, как шорты. Это лосины. Лосины, они все знают. Лосины какие-то. Лосины, это рога бы были какие-то, какие-то лосины. То ли мышцы, как у лоси, обтягиваются, то ничего, не знаю почему. Лосинами назвали. Настоящие лосины. А где юбки вот эти? Вот показывают эти чемпионаты мира, бегут лыжники. Вот не поверишь, бегут лыжники. Я думаю, ну, лыжники там, лыжники. Ну-ка, посмотрю, кто там бежит, какие страны, мне интересно. Ну, участвуют в этих зимних видах спорта. Смотрю, там Армения. Думаю, ничего, какая Армения, откуда у них там идти. Потом дальше, там еще какая-то страна, там Малайзия. Представь, Малайзия. А потом, вижу, бежит Иран. А Иран я сразу узнал, что какой-то Восток. Почему? А на юбке бежит. Все в этих обтягивающих штанах, на мужиков все похожи издалека. А это бежит в юбке. Понятно? Какая вера у них в Аллаха. А Аллах это не Христос. Аллах это не Бог и Иегова. Это вообще выдуманное какое-то существо. И не думаю, что доброе. И они за него так подвязаются. При всех. И она на насмешки никакие не смотрит. Одела эту юбку, бежит в юбке. Вот открываются архивы там. Зоя, этот, Надежда Константиновна Крупская, жена Ленина. Руководителя государства первонародного Советской Республики. Стоит на лыжах и в юбке. Юбка прям, юбка на лыжах вся. Кто сейчас из вас в юбках бегает на лыжах? Кто? Ну, коротких только. Ну, коротких хотя бы. По колено. По колено? Ну, ладно, хоть по колено. Слава тебе, Господи. А вы? Нет? В школу пока не хожу. Ну, вы знаете, как вот уже вам пример, как нужно ходить до конца. Вот Лена отстаивала это у нас, Сокольских. Отец там ходил, все, в школу. Чтобы можно было и заниматься в юбке в этом спортзале. Так она сколько билась за это? Ну, в конечном итоге она победила. Стала ходить в этом. Ну, что в платке? Что такое платок для сегодняшних людей? Понять не имею. Я думаю, что это... Типа головного убора. Да, это типа головного убора. И что здесь такого? В головном уборе сидеть нельзя. Все знают, что женщины разрешаются по этикету сидеть в головном уборе. Давно не заучи. Я вот чувствую, сколько мне в шапки зайдешь, сразу голову оторут. И главное, такие злобные прям показывают, как эти учителя заучи стоят вот так вот. И в мусульманских странах, там у нас за Кавказе, девочки идут. Девочки, ну, вот так вот покрыты у них. Точно вот так покрыты они. Вот так же. На них прям кидаются, прям кидаются, прям кидаются. Это что такое? Вот прям кидается. Вот такая тетеха. Как не стыдно. Она сама, конечно, лохудра, что там говорить. Накрашенные все. Это что, пример какой-то? И кто вас будет учить прощать? Давай только они будут учить другому. Главное, им унизить еще вас. Вот в чем дело. Какие учителя у вас? Ну, я себя-то помню, у нас всегда это было. Всегда нужно к директору вызвать за любую там какую-то шалость. Любого причем. Главное, кого-то наказать, чтобы там страх был. Выставить там целая линейка. У вас есть сейчас линейки? Да. На линейку выставят там. Вот такой-то провинился, иди сюда. Меня постоянно таскали. Я как молчун был, а врать не хотел. Не буду же сдавать. Я-то знаю, кто сделал это. А никто это сделал. Кто это? А я врать не умел, выдать покраснею или что? А, дыбунов, иди-ка сюда. Все, ими отлично. За все подряд. Выгоняли. Ну, как хотели. Ну, в восьмом классе я очень хорошо учился, там не выгоняли. А в девятом что-то опять плохо стал учиться. Меня как давай со всех гнать. Даже с моей любимой историей итоговый супер выдать из географии. За всех поплатился. Ну, для этого нужно быть до конца чистым. Чтобы показывать примеры другим тоже, это надо очень постараться. И главное, нужно молиться Господу. У нас этого нет. Тогда Господь поможет и обиды простить, и все. Господь для нас с вами сделал не так, как Он сделал для себя. Он как? Он, прежде чем выйти на благовестие, пошел в пустыню после крещения, написано 4 глава Евангелия от Матфея. И в 40 дней пребывал в посте. То есть ничего не ел и не пил. И написано, что и на 40 день Он взалкал. То есть захотел есть, захотел пить, плоть Его наконец-то проявила себя. И в этот момент наступило искушение называется. А Господь нам говорит, мы говорим, прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди на свои искушения, но избавь от лукавого. Вот как. А Господь нас наоборот делает. Он сначала нам дает силы, когда мы прощаем ближнему. То просим, чтобы не ввел вас в искушение. И Господь дарует силы нам не быть искушенным из своих мерок. Кто до конца из вас постился в Великий пост? До конца постились? Что нерастительное масло там в будничные дни не есть? Так? По-настоящему. Субботу, воскресенье только, да? Молодцы. Но это у вас потому, что такие родители. Сами бы вы никогда до этого не дошли. Не дошли бы. Невозможно просто. Это я точно говорю. Просто родители у вас постятся и вы, и кто завизжал, упал там. Колики хватили, в больницу увезли. Кого? Никого? Это Господь дарует такие силы. Тараси даже улыбается. Наоборот, я еще крепче становлюсь, да? Угу. Молодец. Ну вот на меня, конечно, посмотреть я не великий постник. Но могу так сказать, что 20 лет я соблюдаю посты. Я соблюдаю посты. Но это, как бы сказать. Написано еще, ограничение должно быть не только в пище, но должно быть по количеству ограничения еды. То есть надо мало совсем вкушать. И это тоже нужно просить у Господа нашего. Это тоже испытание, как этот человек проходит. Так, братья, тишина. Нет. Монатон. А, еще читает? Нас кто-то предупредит? Понял? Так, брат, разрешим одненькое слово сказать? Да, да, говорите хорошо. Так, сегодня у нас прощенное воскресенье. Вот сейчас вам как раз это и надо вложить. Кого чем обидели, попросите прощения. Искренне припомните. И простите. Бывает между родителями, детьми что-то неладно. Друг другом. Вот у вас как-то субординации такой нет, я вижу. Вот она старшая девочка, если в семье, вы должны к ней обращаться за советом уже, когда родителей нет. Кто старше? Инафа. Вот робот. Но у Инафы есть Ваня. Брат. Братишка, он моложе ее. Но по значению он выше. Поэтому он должен все время духовно расти. И первый вопрос к нему. Первый поклон ему. Второе, это Нестор. Я не вижу, где он. Он болеет. Болеет. Так, у вас в семье. Кто старше здесь? Где? Где она? Не заболела. А? Заболела. Тоже заболела, не все. Ну, я просто говорю об этом. В понедельник у вас в школе не будут учить? Нет. Нет. Я у вас очень прошу. Придите все на богослужение. В четыре часа будет. Канон Андрея Критского. Приучите к нему покаянный канон. Вы получите обильное благословение. Потому что такие дни там некогда родителям. Родителей побудите к тому. Прийти. Этот канон считается два раза в году только. Вот в начале четыре дня. На четыре часи делятся. Ну, и там будет еще почти в конце поста еще один раз за один день считаться. У нас считается это медленно. На русском языке. Не только покаянное, а благодарственное словословие. Это же канон будет. Вам будет очень полезно. Вы так сейчас молитесь и скажите, Господи, как бы нам оказаться здесь? Понедельник, а вторник, а вторник, а вторник, среда. Это будет где-то в шесть часов, наверное, или полшестого. Шесть. Да. Вот так. Вы заранее знаете, о чем молиться. Чтобы канон Андрея Критского вошел в нас. Этот человек совершил великий грех. Архиепископ был. Подписал анафему Шестому Вселенскому Собору. А потом одумался и принес покаяние и написал. Вот такое вот. Потому что наши воспоминания очень полезны. А не пользу оказывают другим людям. Вот я немножко вот хотел вам сказать, кто у них тут старше. Эти вот сидят рядом. Старшую сестренку всегда почитайте. Но у них как-то нету. Маленькая закапризничала, дернулась. Никак. Присутствие старшей сестры, когда нет родителей. Вы должны как перед родителями благодарить. Сегодня очистить себя. Попросить прощения. Простить. И чистыми войти в Великий пост. Никогда не просите, что не положено есть. Так уже положено. Мы православные. Поэтому вопрос снятый. Ну мы об этом как раз говорили. Про школу говорим. Когда кто как питается и так далее. Можете поститься и разрешается. Одному только у нас разрешается. Ну не поститься это значит растительное масло. И вино написано. По славу Божию. А сейчас мы тоже выходим. Спасибо, Христос. Выходим сейчас там. Да мало времени, что там говорить. Ты когда зайдут, то маленько поснимаешь и оторвешь. А потом приготовься, там будь снимать, когда начнется прощенное. Отдельно подготовка. Надо, чтобы дети примеры сами вспоминали. У них это еще слабо происходит. Что-то некоторые как спят. Что-то такое. Когда ложитесь спать-то вообще? Во сколько? Старшие во сколько? В 10. В 10? Ничего себе. Я в такое время в 10 влёг. Меня бы наказали сразу. Надо в 9 хотя бы ложиться. Тогда будете высыпаться. Маша это полдесятого спит. Ну вот, вообще отлично. Слава тебе Боже. Благодарим тебя Господи за великие Твои милости. Слава тебе Творец. За слова истины, здравого смысла, которые слышит чадо Тси. Даруй Господи, чтобы это уразумели они сердцем и через руки. Пришла к ним свобода в Тебе, Господи, и Творце. Чтобы они поняли, какие были у них учителя, какие друзья и братья. И нас, Господи, спаси и помилуй. Даруй, Господи, всех сохранить здесь, кто находится в этом помещении. Далеко братья наших искренно верующих. Священ в начале. Митрополита Лариона, епископа Евтихия. Батюшке Акиму, помоги сейчас в трудах молитвы. Тебе слава за все, Отец и мой Святой Дух. Аминь. Ну, с миром Божьим. Сейчас. Спасибо. Субтитры подогнал Игорь Негода. Игорь Негода. Субтитры подогнал Игорь Негода.